всем здарова ребятки меня зовут павел и мы продолжаем крутить педали в солянова значит пафнуть у нас чем занимается там он занимается изготовлением летних штанов в эту экстремальную жару а теплостойкость у него ниже 46 в данный момент и ремесло улучшено до четырех да все верно теперь теплостойкость ниже 51 отлично давай еще сошьем с тобой летнюю обувь чтобы нас был и летний и зимний комплект и давай пожалуй с тобой знаешь что мы сотворим такое удивительное мы возьмем и переставим вот эту вот фигню вот сюда чтобы поставить более вместительный шкаф наверное вот такой деревянный нам хватает теперь вот таким вот нехитрым образом мы его здесь разместим после того как у нас будут готовы летние ботиночки давайте этот моментик перемотаем отлично проснулся покушал нет не кушал а ну по крайней мере факела заправил сейчас нужно все перенести по фнутий и снести этот шкафчик далее заняться исследованиями теперь у нас 25 единиц мы можем хранить одежды что у тебя на тебе сейчас надета давай поменяем на летнюю обувь только блин дерево то ты чуть-чуть не донес да ну садись кушай перенесешь дерево здесь и мы выберем тебе исследование изготовление электроники нам сейчас необходимо подожди дома беспорядок это не есть хорошо вот теперь занимайся исследованиями экстремальная жара теплостойкость выше 55 ниже 55 то есть прошу прощения собирать урожай не надо занимайся блин исследованиями мы если что с тобой выйдем дом грядок но это уже видимо после следующего нападения блин тебя нужно вручную что ли назначить на эту активность чтобы ты не отвлекался что мы здесь можем изготовить жидкое топливо еще чуть-чуть жидкого топлива у я давайте попробуем наше первое топливо сделать и давайте попробуем сделать лечебный бальзам вдруг это чем-то нам поможет потому что прогрессирующая астма которая уже тяжелая какая сейчас серия 10 9 не помню на но по крайней мере может быть бальзам чеки он будет использовать ну-ка может быть хотя бы для чего-то они нужны подожди доделай бальзам потом иди спать тут осталось то совсем чуть-чуть зачем ты оставляешь все это дело на полпути хорошо новый ресурс лечебный бальзам простой бальзам приготовленный пульт тем и измельчение местных растений в пасту так интересные дела а место хранения для него я почему-то не предусмотрел да ну ты знаешь в шкаф нельзя его положить а в сундучок вот можно было пускай здесь лежит на этой полочке проснулся погулял разжигай наверное камин хоть и экстремальная жара приготовь овощной супчик себе перекуси ой экстремальная жара закончилась вы знаете но агрессивные животные 87 штук не хило однако внушительное количество приятного тебе аппетита теперь ты кушаешь ну опять же с видом на море грубо говоря правда это вот этот этот аппендикс не так чтобы красивый собирать урожай не надо иди изучая изготовление электроники тем более что урожай нам скорее всего сейчас покоцают весь ну и ладно давай займемся исследованиями а после этого нападения уже будем выходить на сушу пополнять запасы пищи до высаживаем все поля наверное с тобой и попытаем удачи все-таки в обломках космического корабля какая толпа-то дружная дам орда прям ну ладно давай исследуй так вот тут вот с утра пафнуть и предлагает нам музыкальную ночь когда у вас есть музыкальные инструменты у вас есть музыка а это все что нужно для праздника давайте соберемся и потанцуем в 19.00 сегодня отличная идея давай это сделаем плюсик к настроению заработаем с тобой я еще не знаю ускорил я момент или вырезал скорее всего ускорил а может быть и вырезал но тем не менее я тут подумал что вот такое банальное исследование когда он просто стоит и шкала пополняется вероятнее всего я буду резать потому что время записи идет гигабайт капают жесткий диск у меня не бесконечный к сожалению пока что но вы еще не пришел ну может быть вырежу так что имейте ввиду если я вырезал ничего интересного кроме как пополнение шкалы исследования не произошло так что не переживайте так нет давай а чё ты хочешь прям выйти но сейчас токсичный пепел дружище не надо давай продолжай исследование вот ты только-только шагнул и уже получил умеренную боль и отдышку вот оно тебе надо было нет еще и кушать хочешь иди хоть пообедай час дня времени блин хорошо хоть на третий год и восьмой день у нас из дебаффов только недостаточное разнообразие пищи нарисовалась и немного больно от астмы по здоровью к сожалению астма сама по себе прогрессирует как с этим бороться пока не знаю температура тела стабильная движение работы из-за астмы опять же ограничено и печально что аж минус тридцать пять процентов мы имеем ограничение движения блин печаль беда ну а чё поделать то с другой стороны ой собирается для празднования музыкальной ночи а как прикольно ну-ка при токсичном пепле тоже так выглядит неплохо вполне мне нравится да наша уютная комнатушка с рахитоидными пристройками мне нравится да классная ну давай посмотрим как ты играешь на барабане возможно мы в скором времени если поставим эти как их называются турельки мы сможем расширяться и уже поставить тебе два музыкальных инструмента там был диджериду или как-то так диджериду да а ну ты один и ничего не происходит ты просто играешь при этом пополняешь шкалу расслабления молодец а может быть ты потратишь час на исследование хотя лучше на приготовление пищи давай-ка овощной суп сваргань по-быстрому и ложись отдыхать с утра покушаешь и закончим мы с тобой наверное исследование тут восемьдесят два процента также под вечер ой готовка до первого уровня как хорошо теперь мы можем готовить с меньшим количеством неудач да судя по всему а ну-ка ой как далеко нам до следующего уровня ребята ну ладно спокойной ночи пашка отдыхай а мы пока посмотрим что мы тут можем сделать ой вы посмотрите на него у него счастье восемьдесят процентов какой ты молодец просто кайф десять часов утра он уже полностью отдохнувший счастливый можно сказать начинает исследование блин вот это кайф но правда нам стоит помнить все таки об опасности рабочие руки у нас одни темпы прогресс у нас медленные довольно таки плюс еще асманом осложняет многие моменты и нам нужно помнить что у нас есть цель это турели хотелось бы успеть очень до первых летунов и будет вообще пушка гонка если мы успеем не только до первых летунов но если мы поставим сразу две турели ну я рассчитываю на лазерные кстати было бы неплохо узнать они все стоят одинаково ой они стоят одинаково да классно что они стоят одинаково но также они стоят 50 единиц извините меня сплавов металла так что мы с тобой наверное сейчас исследуем вот эту вот электронику и до вечера будем делать пирс отлично изготовление электроники у нас готово появился в меню построек производственных паяльный верстак требует 10 электричества и 10 сплавов металла на постройку также что нам открылось в исследованиях из электричества ничего нас тормозят процессорные ядра нам нужно их найти угу ну я думаю что по мере ковыряния вот этих вот металлических фиговин обломков корабля мы что то полезное да найдем давай паш восстанавливай полы ой не 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 ты знаешь заправь сначала факела а потом уже занимайся полами а почему только один заправил у нас же их много смотри сколько 39 градусов внутри что то жарко слишком вот а теперь ты самостоятельно пошел ими управлять ну чудак человека а 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 исследование процессорных ядер я читал как производится процессорные ядра я думаю что их можно исследовать без образца а блин ты не мог вспомнить об этом раньше едить колотить паша молодец красавчик это же нам добавляет по моему да точно теперь нам не обязательно их добывать мы можем их собрать из-за вот этого вот кремния двадцати пяти штучек и пяти единиц сплавов металла блин хорош ммм обожаю просто молодец это так сильно упрощает задачу паша нам игра просто помогает сама ой ты сначала дострой пол то чё ты блин какой кайф хорошо прогресс то наклевывается я просто думал что пока мы сейчас с вами вот это колупать будем оно все займет какое-то время а ты прям хочешь приготовить еды может ты соберешь не понял а подождите а разве их не съели или я их уже высаживал чё чё за фигня может я их высадил ладно давай собирай урожай чё-то я не помню чтобы я их высаживал надо пересмотреть блин блин непонятно почему у сиропа такое странное количество и еще я не понял ты не можешь перенести просто 10 штук нет можешь чё-то конечно видимо такое расположение грядок я вам посоветовать не могу это конечно может быть с какой-то точки зрения выглядит и неплохо но они багаются я вот сейчас или багаются как правильно сказать пытался засадить вот этот вот а может оно просто не прорисовывается поэтому нельзя его посадить может быть вот эти просто не прорисовывались по какой-то причине блин странная история но у меня же здесь ну да стоит посадка а и отображается что их не 100 а 90 а почему тогда он интересно не засаживает эти поля а игнорирует эту команду а странная история ммм между нападениями чё у нас тут а ну не созрело ничего тут три початка только готово ладно просыпайся а чё у тебя тут по характеристикам да блин ну хорош я хотел выйти наружу расслабление на сколько блин ты вообще теперь не поиграй чуть-чуть на ханге на своем ммм один таракан а а а и и маленькое шипохвостая насекомое я понял так паша чё у тебя по хангу то по твоему 60 процентов расслабления все забей собирай бритва траву надо успеть хотя бы штучек раз два три шестьдесят собрать плюс здесь у нас еще мелочь валяется а давай срубай наверное даже чуть-чуть больше и высаживай вот сколько ты сейчас высадишь раз два три вот ух как ух ай назвать бы тебя как-то культурненько бы почему вот четвертую сейчас не посадил что это такое извините будьте здрасте и вот эти проигнорировал вот ты странный так нападение уведомление вышло пару часов игровых назад на что нам может хватить времени кстати каракожник созрел а каракожник это более теплая одежда и соответственно более прочная но еды мы с тобой успели набрать что-то и все иди сноси грунтовые полы будем исследовать сборку этих процессорных ядер тогда пока что он блин двадцать перенес а восемьдесят не перенес а что это такое почему ты так делаешь странный ты временами конечно пашка а что ты сейчас будешь делать кажется луна предвещает что-то плохое ой вот это чё за летающая фигня красноперая птица ну как что-то плохое ну армия насекомых чё надеюсь вот ты бы сплюнул а вот бы сплюнул что у нас двадцать восемь снаружи внутри температура слишком большая на тебе надета какая одежда теплая ну укладываем сюда в среднее давай-ка изучим с тобой сборку цифровых процессоров пока что опять началась экстремальная жара да ладно блин а чё ты пошел сажать сено вот если б сразу посадил сейчас было бы все нормально началась экстремальная жара соответственно переодеваем футболку летние штаны обувь чтобы ты у нас не потел замечательно сажать ничего не нужно у тебя ну параметры расслабления так себе конечно но сегодня ты успеешь начать исследование так что начинай не стесняйся изучай ковыряй в носу главное прогресс теперь у нас собственно что сборку цп мы исследуем с вами но это может изменить вектор вообще исследования потому что накопитель энергии а нам нужно найти или произвести электронику для этого ага видите ли вот этот вот стол для изготовления электроники да не надо ничего сажать паша ну не нервируй меня стол для паяльного верстака потребляет всего лишь 10 единиц энергии при этом электропечь потребляет 30 хм но если мы будем все вместе это использовать и электропечь и паяльный верстак то в теории мы будем терять всего лишь 10 единиц электроэнергии от одного генератора если я все правильно понял конечно но для запуска электропечи нам с вами необходимо добыть руды руда ближайшая насколько я понимаю это либо вот эта вот история либо вот эти вот черные пятна после метеоритного дождя что ты сел покушать и спать да молодец доброй ночи тараканы потихоньку уходят ммм сколько ты исследовал 30 процентов ну да мы с тобой на следующий день выйдем отсюда все-таки грядочки восполним это нехорошо что они пустые пока мы с тобой исследуем и где-то ходим чтобы сразу все росло ммм так смена сезона прошла кстати вот гептагония заспаунилась что тоже конечно замечательно и к плану про электричество ребятки нам важно сокращать время сокращать время до первых турелей экстремальная жара а ты у нас одет же по погоде да по погоде нормально иди строй полы так вот сокращать время до первых турелей нам важно и нужно обдумывать каждый шаг потому что чем больше игровых лет проходит тем сильнее в теории становятся волны также у нас изобилие и разнообразие волн зависит от количества ресурсов которые мы имеем собственно поэтому я им еду допустим в прок себе не заготавливаю и большое количество ресурсов в прок я тоже не заготавливаю а по той причине что если игра посчитает что у нас их много заготовленных ресурсов мы сами себя под подставим вот подожди может еще один нет вроде хватает мы сами себя подставим и ускорим прилет этих самых крылатых кто они там летунов короче поэтому в прок я не заготавливаю ничего пока что а вот как бы нам так продумать то мысли все в кучу в голове сумбур тепловой удар ты получил а ну естественно ты решил приготовить еды слушай ты в эту экстремальную жару затуши камин сейчас 19 часов ты решил исследовать ммм да давай сходи туда обратно может быть засей поле ммм чем тебе сейчас мешает поле засеять а посадишь ли по цветы окей блин в расписании все в порядке в действиях все в порядке почему поля ммм багаются или багаются непонятно так ну вот сейчас же ты все посадил сажай с этой стороны тогда ммм шлипоцветы гептагония имеются зерно да в просадке и хлопок с ветками вот тут вот ноль часов что тебя домой загонять или заставить тебя пожертвовать сном давай чуть-чуть пожертвуй сном палочки досади это у нас топливо кончается посадить поле маленький лиственный куст не получается посадить зерновой початок тоже не получается ну ладно это возможно из-за графика уже а может и нет все в кучу у меня сбилось надо подумать так а ты чё самостоятельно проснулся покушал и отдохнул что ли ну сажай кремнилист а я вот тут вот небольшие грядки разметил надеюсь ты все посадишь на этот раз не будет у тебя такого что ты одну пропустишь вот и гептогонию ну блин пафнутий кремнилист же вот молодец рожь чё тут ой рожь говорю зерно досадил хлопок сейчас досадит причем как-то выборочно почему-то земледелие до четверки отлично хорошо я не знаю как он так чудак-человек сейчас вот самостоятельно по всем грядкам он прошелся все высадил почему он не делал этого раньше непонятно кремнилист вы знаете тут хоть и 50 процентов роста но почему бы вот так вот его еще не высадить а давай пашка сажай время уже вечер потом пойдешь домой тебя кто гоняет эмэндэмс серьезно верблю зебры бегают от эмэндэмса ну ладно а также на обратном пути ты наверное 21 час может быть вот эти палки а то у нас всего 96 остается а они не готовы ой пардон тогда а до чего ты сможешь сходить а вот до чего ты сможешь сходить хотя подожди у нас стеллаж то не резиновый слишком мало тут места для всего ммм с другой стороны ты знаешь чё вот эти вот штучки две кремнилиста ты бы собрал сколько всего здесь что-то много давайте вот это уберем ой а зря наверное я тебя сюда послал ты же ночью медленнее работаешь здесь же темно подожди подожди собери вот эту вот еще перенеси ее домой эти приказы я отменю иду и восполнять силы сытость отдых расслабление и наверное на утро часов с одиннадцати или с десяти давай-ка вот это вот изучим интересное блестящий камень так самостоятельно проснулся я давно ни с кем не разговаривал он нам говорит что-то перекусил и пошел посадки делать не дальше исследованием займешься только не этим а вот этим ковыряет в носу возле блестящего камня замечательно тем временем сколько у нас процентов сборка цп 30 в прошлых патчах игры интеллект очень сильно влиял вот сам навык интеллекта на скорость исследования в этом патче я что-то не замечаю что прям сильно прям влияет наверное произвели ребалансы этого в том числе правда я что-то не заметил об этом строчек в патчноуте хотя вот тут вот написано интеллектуальный потенциал влияет на скорость с которой выживший исследует новые технологии и наблюдает за неизвестными видами надеюсь что ближе к сну ты уже закончишь это исследование ой экстремальная жара закончилась хорошо по пути наверное кусочек руды можно даже прихватить с собой а хотя он нам сейчас зачем на полке и где он интересно лежит вряд ли он на полках да лежит великолепно открыто месторождение кремния серьезно интеллект у нас кстати до пятерочки улучшился подождите-ка блестящий камень содержит некоторое количество кремния которое можно добывать и использовать для производства процессорных ядер и других передовых электронных компонентов и нам открывается добыча кремния из кремниевых местонахождений твою дивизию неужели я реально это перепутал етить колотить а то есть мы потратили сутки на кремний который мы и так выращиваем да ускоряем темпы мы конечно мощно паша мощно давай дуй спать отдыхай восполняй силы отдых у тебя ух ты 6 процентов давненько такого не было еще и гипотермия блин давай-ка ты чтобы этого избежать все-таки разожжешь камин на ночь да и ляжешь спать с утра мы тебя переоденем обратно в более-менее теплые вещи надеюсь надеюсь со скорым появлением обороны нет отставить мы тебя не будем переодевать тут началась сильная жара надеюсь со скорым появлением турелей мы тебя сможем переодеть уже в броню нормальную потому что у нас появится оборона мы сможем больше времени проводить в относительном спокойствии ты сам решил переодеться подожди я же тебе этого не назначал у тебя теплостойкость ну переодень хотя бы соломенную шляпу нормальный такой набор у тебя далее посмотрим на твои характеристики отдых 40 процентов расслабления 43 тебе стоит поуправлять настенными факелами и расслабиться дружище сажать ничего не надо новое нападение агрессивные животные и они все судя по всему без дальнего боя да то есть количество фундаментов которые мы снесем сейчас будет минимальным а чё а я на паузу поставил я понял так дальше смотри сколько тут прошло пару часов с момента их появления по ткани не надо а по пище пока хватает ну и деревья так классно что они выросли блин хоть какое-то что-то такое массивное живое появилось вокруг по сену тоже пока не нужно хотя кстати лишним то бы и не было а давай рискнем слышь чё соберем с тобой вот раз два три кустика с тобой соберем бритва травы впрок немножечко потому что при установке дизельного генератора и так далее нам понадобится поставить фундаменты и судя по всему ты еще один даже успеваешь собрать молодец в этот раз почему-то даже все посадил а ты прям хочешь еще один саженец построить построить говорю посадить переноси сено домой по пути разберем ближайшие фундаменты вот этот хлопок собирать нам пока не нужно мы и мы с тобой чуть-чуть в чуть-чуть успеваем давай только сноси легкий тепловой удар ты получил ну все от тараканов мы пока что в безопасности снаружи 46 внутри 60 только что было футболка летние штаны летняя обувь давай шуруй быстрее переодеваться туши камин что у тебя может быть тебе покушать нет тебе отдохнуть надо ну давай чуть раньше ляжешь в этот раз продолжай исследование тараканы усвистали это хорошо пока пафнутий отдыхал что мы с тобой можем сделать нужно ли нам выходить разумеется нам нужно с тобой выходить потому как у нас с тобой металла крайне мало давай-ка исследование притормозим куда лучше будет если мы будем исследовать пока плавится металл чтобы потом просто не ждать когда он будет готов поэтому возводи полы пойдем поковыряем обломки космического корабля так здесь урожай готов но мы его пока что не трогаем хотя палок у нас очень и очень мало ну попытаем удачи что мы на этот раз отсюда достанем еще топливо это же замечательно поскольку мы зерно не собираем пока что хотя стоило бы как и ветки сегодня так переноси их 19 часов исследовать ничего не нужно здесь все созрели да и их здесь 50 штучек а здесь тоже 50 давай срубай эти лиственные кусты пополним немножко баланс чтобы потом не выходить далеко и вы знаете я подумал 50 он взял не будем его сегодня задерживать пускай тараканит домой это все хотя бы 50 ему нужно отдохнуть покушать нам ведь придется сходить до ближайшего какого-нибудь вот этого вот интересного камня мы же за ними то так и не понаблюдали что ты дрыхнешь а ну колись да дрыхнет сильная жара до сих пор не кончилась так ну спокойной ночи ты чё так проснулся по параметрам иди-ка пока что покушай и мы отправим тебя куда а вот наверное сюда здесь далеко да и здесь тоже далеко но из двух зол нужно выбирать меньшее иди ковыряй в носу возле интересного камня превосходно открытие места рождения руды давай дуй домой кушай и ложись спать время уже позднее природное минеральное образование интересная порода содержит металлическую руду которую можно добывать и переплавлять в сплавы добыча руды из рудных месторождений ой рудные месторождения вот здесь вот а они должны быть именно рудные что ли а это так просто называется месторождение я-то думал и игра нам говорила что это метеоритный дождь ой а ты чё к нам приползла тебя кто-то ранил да бедолага блин ну к сожалению пока что разработчики не позволяют мне вас переручать и эксплуатировать хотя седло на твой горб я бы накинул бы с удовольствием поездил бы по карте интересного тут по-любому много всего ох ты ничего себе а вы уже и тут образовались негодяи ну вот тут какие обломков тут дополна да транспорт если в игре появится это будет конечно шикарно проснулся не поел почему-то зато отдохнул хочет восполнить посадки зерна нет дружище ты до изучай сборку цп сколько тут процентов осталось 45 фигня получается иди лучше собирай ресурсы тогда изучать мы сможем и во время нападения очередного надеюсь сейчас ты получишь горстку металлолома и 8 пайков ну ладно 8 пайков тоже может быть хорошо в принципе ты можешь их домой не нести оставь их где ты их тут положил на пирсе ничего страшного с ними не случится вот эта разборка однако дольше идет чем вот это здесь он процесс прогресс сбора ресурсов у нас это так называемый первый слой а здесь уже идет прогресс разборки то есть после завершения всех шести этапов вот эта вот металлическая ерунда в теории исчезнет с карты и интересно что мы с нее сейчас получим и игра награждает нас новым ресурсом электроника так это уже бомбяо это просто шикардяо потому что мы теперь можем построить а че мы можем теперь построить подождите-ка а нам для переключателя он нужен да? только лишь то есть нам по сути ага подождите а что нам нужно-то нам электроника это по сути нужна но в данный момент не так чтобы очень нам в основном нужны процессорные ядра а для них эм кремний металл есть ли у нас сейчас металл ой ты решил перенести пайки все-таки подожди подожди за приятного конечно тебе аппетита но перенес бы ты их один оставил ну конечно паша ну естественно какой ты временами конечно странный парень отдыхай потом с утра покушаешь я с ребятками наверное хотя подождите в этой серии мы слишком много вырезаем да то есть ускоряем сейчас у меня на записи целый час прошел ой у тебя легкая гипотермия неужели настолько холодно ну да возможно тебе стоит переодеть хотя бы брюки и ботинки леденящий холод ничего себе может тогда и шапку сразу да и дай предыдущие блюда приятного аппетита нам с вами по сути нужен металл и кремний давайте сгоняем за кремнием прямо сейчас серию заканчивать не буду немножко подготовимся к крафту всякого электрического наконец-то 90 единиц кремния у нас на руках это хорошо также за этот день попробуем разобрать все-таки блин или сходить вот за рудой реально ай ребятки точно для руды же нам нужно электропечь а ну мы сможем ее построить по сути это дело мы не сможем построить дизельный генератор то есть у нас есть две постройки на которые нам хватает это электропечь и паяльный верстак но их нужно запитать и нам не хватает на сам дизельный генератор то есть так или иначе нам понадобится с вами металлолом ну попробуй собрать его отсюда сейчас нифига ты быстро бегаешь а у тебя что астма что ли пропала да нет по прежнему тяжелая вот это ты дал джазу отлично 27 единиц металлолома у нас есть соответственно у нас есть один дизельный генератор ну и по сути к следующей серии мы с вами полностью готовы потому что в следующей серии мы готовы уже разместить ряд фундаментов вот таким каким то образом нам хватит здесь и на генератор и на электропечь ой а ты без сознания лег и очень устал потому что пять процентов у тебя ничего себе ну иди сначала перекуси вот тут есть аварийный паёк чтобы он просто на улице не залеживался а потом до утра отдохнешь так вот на чем я остановился теперь мы способны сколько нам нужно здесь потратить сена 96 единиц нам хватает рядышком у нас будет стоять генератор и измельчитель этот или как он там электропечь а вот паяльный верстак ребятки это уже конечно хороший вопрос можем ли мы заменить паяльный верстак пока что временно одеждой у нас впрок одежда есть только летняя к сожалению на пафнути у нас ну кое-какой ресурс так скажем есть да поэтому давайте сразу наверное вот эту штуку мы снесем поутру хотя вы знаете нам бы еще соломенная шляпа одна бы пригодилась подожди не сноси ну или хотя бы бейсболка что ли сделай ее и давайте сразу посмотрим есть ли у него ремесло четвертого уровня так а сколько тебе нужно для изготовления цифровых процессоров ну если тут не показывается соответственно наверное нам хватает навыка я так понимаю хотя я могу и ошибиться вы знаете очень не хочется рисковать поэтому в следующей серии мы наверное с вами вот так вот построим чуть чуть дальше или так и верстак швейный мы перенесем на всякий случай будем иметь возможность получить опыта с крафта одежды а ты что закончил что ли бейсболка готова да ладно может может еще штаны может еще штаны ну ладно пока что не суть паш и на этом ты большой молодец ну а вам ребятушки большое спасибо за просмотр в этой серии прогресс однако налицо в следующей мы уже установим фундамент и запустим я надеюсь свои первые генераторы и начнем производить цифровые процессоры по крайней мере постараемся возможно даже нам хватит на какую-нибудь лампочку возможно еще раз спасибо за просмотр с вами был Павел всем вкусного чая и добра увидимся в следующих сериях спасибо 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 спасибо